дорогие друзья здравствуйте сегодня представилась прекрасная возможность еще раз вам показать как я размножаю фиалки с листиков ну а заодно похвастаюсь новыми сортами в своей коллекции которые приобрела совсем недавно я уже писала небольшую такую заметочку на своей страничке вконтакте о том что неожиданно стремительно в мою коллекцию ворвались сорта с приставкой v вот так вот правильно подписывается приставка буква в английская и буква и некоторые сорта название на русском языке а некоторые на английском вот значит это селекционер из города днепропетровска ирина виблая селекция очень интересная много сортов на гео в листве тюрнюрная листва у многих сортов я приобрела 11 сортов шесть листиками и 5 сортов это уже вот такие вот старты три штучки уже даже процветили по сорту значит вот это вот и эксклюзив очень красивая пестролистность вот этот сорт он мне наверное больше всех понравился удлиненный тип листвы вот такие похожие что-то на лонг листву а если смотреть с обратной стороны листики как будто бы в кармашках в таких чем-то интересно еще нет цветочков а уже интересно и все что понравилось вот в этой селекции то что в основном это сорта полу мини мини даже по-моему есть то есть занимают очень-очень мало места и при этом цветут необычными такими цветочками осами вот такое у меня получилось приобретение в россии сорта только начинает распространяться поэтому не ну не дешево стоит но мне удалось недорого купить ну я считаю недорого по 350 листики я взяла у девочки знакомой и при всем при этом она мне абсолютно все сорта по два листика уложила вот ездила посылочку я забирала сама но мы договаривались где встретиться она хорошо все упаковала утеплителя тепло было в общем то да и особо что там на улице забрала и следом в помещении и автобус и я привезла их домой несмотря на то что минусовая все-таки температура была целыми и невредимыми значит я уже подготовила все до подписанные стаканчики укоренять буду в торфе агробалт я всегда использую уже увлажненный грунт я не поливаю сразу после посадки абсолютно ничего вот влажный грунт он берется вот так вот в комочек и рассыпается ты мне просто осталось сейчас вот здесь обновлять срезы вот поставлять каждый листик в свой стаканчик подписанной и поставить это все в тепличку и под освещение и на месяц недели на три так точно можно забыть и не заглядывать сюда она там будет сама укореняться сама расти так вот такие вот листики это у меня сорт в фрезе я немножко там сделаю вам вставочки значит обновляю срез черешки оставляю не короткие но и сильно длинные сюда вот ближе к бортику вставляю листик особо не заглубляя его и все стаканчики набираю грунт полный они 80 грамм стаканчики объем грунта полный набираю это для того чтобы детки не вытягивались не экономлю я грунт раньше набер набирала пол стаканчика грунта и укореняла листья все же мне хотелось побыстрее но детки не всегда красивые вырастают если так укореняешь листики вот по времени практически одно и то же получается а вот с детками потом то черешки удлиняются особенно когда много деток лезет сразу поэтому пришла к выводу что вот так укоренять листочки и выращивать красивых деток лучше всего так обновляем срез вот смотрите какой интересный тип листва и да и здесь капюшончик и здесь вот такой вот хвостик резной красота вот листики не глубоко нужно закапывать срезы сразу не подсушиваю потому что считаю это ненужным вот вот смотрите покажу да когда подсушивается срез он берется вот такой вот корочкой а фиалки у нас это не пиларгония это не древовидное растение поэтому нам вот такое вот подсушивание не нужно из-за этого может образовываться пятка на листе и он не даст деток не то что даже там загнивание какое-то может начаться а вот пятка часто вот укореняются листочки а потом кинешься а деток нет так вот это как раз вот может быть из-за того что вы подсушену слишком подсушили срез поэтому я его вообще срез не подсушиваю это же касается вот пятка почему еще может образоваться вот если укорененные листья пересушили ну то есть грунт просох листья еще толком не укоренились а вы уже пропустили какой-то полив то тоже запросто может образоваться пятка у меня был такой случай когда я один листик укореняла один сорт два листа укореняла переукореняла постоянно вот он не укоренялся образовывалась постоянно пятка я не могла понять почему а потом только для меня дошло значит укореняла вот в таком же контейнере в тепличке летом это было и у меня получается стоял вот этот вот это тепличка прям вот ну на полке и лампа нижней полки она ну тепло от нее исходила и меня получалось что серединке два вот таких вот стаканчика постоянно подсыхал грунт то есть тут по краям были влажные все влажный грунт а посерединке подсыхал грунт и я потом только вот уже на нас третьего раза обратила на это внимание и поняла почему образовывается пятка вот потом я перестану переставила просто тепличку в другое место листики заново переукоренила и они у меня укоренились хорошо и дали деток а вот пока я там бегала и грешила на то что лист листья такие прислали да вот плохие старые там они у меня поэтому наращивают пятку вот и только спустя время до меня дошло почему у меня не укоренялись эти листочки вот так вот так ну вроде бы я вам все сказала все показала до похвасталась так а тут вот я пропустила вот сейчас буду перепроверять это вот пока видео записывала возможно какие-то листья не обновила срез ну да вот не обновила все ж надо и видео записать и листья надо укоренить ну вот собственно говоря и все таким вот нехитрым образом я размножаю свои фиалки с листиков всем всего хорошего мира добра и благополучия